Так вот, о чем мы сейчас говорим. Да о ценах. О ценах на то, что должно было сразу остановить покупателя. Покупатель ведь понимает, что за цену игрушки можно купить, ну, мясо, допустим. Кстати, о ценах. Нету здесь никаких сфер дорогих цен на игрушки. Такое ощущение, как они были низкими, так таковыми и остались. А где все это? В магазине Орион. И мне говорят, Алексей, сколько ты можешь снимать сюжеты про магазин Орион? Достаточно же этого должно быть. Я говорю, нет, недостаточно. Потому что в недавности мне пришлось съездить в Челябинск. И я посмотрел, сколько там стоят цены. Потом приехал сюда и обратил внимание, что цены здесь дешевле, чем в Челябинске. То есть сегодня я вам буду говорить, сколько это стоит в Челябинске? А вы сами подумайте. Да, я путешествую много. Да, я часто захожу туда, где мне проще. По сути, во мне лет 15 и только. А в 15 лет чаще всего захотелось играть. Так и захожу в любой магазин, где есть игры. В связи с тем, что я путешествую, я путешествую по России, я приехал в город Челябинск. Там необходимо было кое-что провести для моего тела. Естественно, это дело я провел, но было время, которое мне надо было куда-то там девать. Я приехал, центр такой называется, пап, мама, я. Находится в тракторозаводском районе. Рядышком там огромный супермаркет большой. Вот, зашел, посмотрел. А насчет цены. Вот, две цены есть. Оптовая и розничная цена. Вот. Естественно, розничная цена, она в разы дороже, чем опт. Понимаете, да? Вот, зашел, посмотрел роликовые коньки для сына. Размер с 26 до 30. Раздвигается она там. Не помню, до скольки, может быть, 32, там, не помню, не помню, честно, не помню. Цена вопроса была. Оптовая 2,5 тысячи, а розничная 3,600. Нормальная цена. В принципе, чубы нет. Теперь мы вам демонстрируем город Магнитогорск. Магазин Орион. Цена на роликовые коньки. Нормальные роликовые коньки стоят 1730 рублей. И в розницу, и в опт. То, что здесь нету кризиса, понятно сразу. По сути, только кризис в мозгах у тех, у кого он есть. Нормальные люди садят огород, ходят на рыбалку и растят детей. По сути, кризис-то в чем, а? Так вот, к слову о скейтборде. Скейтборды, они хорошие штучки, но я не смог на них прокатиться. По одной простой причине. Дело было достаточно давно, и дело было в Латвии. Я катался на скейтборде вниз, опускался. А потом сюда приехал, говорю, хочу скейтборд. А скейтборды, знаете, сколько тогда стоили? Космических денег. Сейчас космических денег они не стоят. Но в том же Челябинске скейтборды стоили 1500 рублей. Здесь 600. Причем Челябинск. По сути, это место низких цен. Но почему же Екатеринбург, как и Оренбург и Уфа приезжают сюда? А в этом-то заслуга магазина Орион. Этого раньше не видел. Оно в очередной раз демонстрирует то, что здесь есть в наличии. В наличии здесь есть радиоуправляемые машины. В нормальной радиоуправляемой машины. Теперь цена вопроса. Тысяча рублей. Из наличия, из другого, есть другие радиоуправляемые машины. Вот это не радиоуправляемые машины. Вы на ней просто ездите. И ружа так поворачивается. Другие радиоуправляемые машины тоже здесь есть. Вот, пожалуйста. То есть, если что-то у вас не получается, вы на радиоуправлении можете показать человеку, куда ехать. Цена вопроса. 8300 рублей. Это здесь. В Челябинске гораздо дороже. Что по сути? По сути, владельцы Ориона не останавливаются на достигнутом. По сути, они ищут товар с идеальным качеством, привлекательной ценой. И, простите, я здесь два с половиной года и постоянно покупаю игрушки моему Алешке. Теперь конструкторы Лего. Говорят, что Лего, сделанное в Германии, но производимое в Китае, оно гораздо круче. Не знаю, не видел. Теперь уже про наши цены. Я специально зашел в очень дорогой торговый центр, где посмотрел, сколько стоит конструктор Лего. Так вот, конструктор Лего, такой крутой и навороченный, а-ля Звездные войны, а-ля четвертая часть, помните, да, такая штука ехала? У-у-у, где дроид зацепили и что-то с ним сделали. Точнее, не получилось, потому что дроиды там отщелкали сначала. Вот. Она такая большая была. Так вот, она стоит 10 тысяч рублей. А-а-а-а! Даже я бы никогда не смог такую штуку купить. 10 тысяч рублей. Но даже самый дорогой вариант здесь. Ммм. Как раз за моей супругой находится. Такой большой, большой, настоящий большой корабль. Он стоит 1500 рублей. Разница есть? Чуть-чуть, чуть-чуть. И тут магазин Orion просто дает всем. В смысле, вы поймете, что такое магазин Orion, когда столько игрушек для детей, которые могут с ними поработать и летом в том числе. Потому что будем надеяться, что лето будет нормально и вы можете постреляться. Ну, посмотрите, сколько. За моей спиной не в том количестве стрелялки из разряда типа пейнтболлов. Они стреляют шариками. Конечно, они не в том количестве есть. Там круто. Там круто. Но там и цены покруче. То есть, если вот это, то брался сюда. Если то, что там, и там это побольше. Но зато и цена тоже самое. Выше. Так вот, мы когда говорим про машины, тоже возникает замечательный вопрос. Где взять такие дешевые цены, которые здесь в Ирёне? В Челябинск зашел, я посмотрел, да? Так вот, оптовые цены, там оптовые цены. Вот. Такие же, как здесь розничные цены. То есть, 250 рублей. А в розницу, там цены на 100 рублей дороже. То есть, я не понимаю, как это делается. Но вы понимаете, о чем речь-то идет. Что здесь все гораздо дешевле, даже чем в Челябинске. Я уж не говорю про наши дивные торговые центры. Ну да, а там как-то все весело. Только непонятно почему. Мы хотим родителей эхомячить, ну так пытайтесь. А я вам покажу нормальное место с низкими ценами. Магазин Орион? Два варианта. Вариант номер один. Я покупаю у ребенка готовые инструменты и приспособы. Вариант номер два. Это моя супруга. И она говорит, что Алексей, продемонстрируй то, что может вашего ребенка развить. Тут я не буду говорить про цену. Тут вы сами подумайте. Возможно, где-то рядышком цены могут быть дешевле. Теперь цена вопроса. Цена вопроса, чтобы вам было все понятно. То есть, 150 рублей. Вы не спеша это будете красить. Тут даже клей есть. Кто-то может сказать, что дешевле. Но цена вопроса. 150 рублей. 150 рублей. Что это такое? Да это ничё. Есть такая веселая страна под названием Китай. Чем страна эта веселая? Ну, во-первых, там все дешево стоит. Раз. Во-вторых, Китай замечательно производит фейерверки. Я бы хотел, конечно, поехать в Китай, чтобы показать вам, как это делается. И дай бог, что это рано или поздно случится. Мы вам все это дело продемонстрируем. Я просто камеру включу. Может быть, несколько их включу. И мы вам все это дело покажем. И еще кое в чем. Китай переплюнул с всех сторон. Так вот, в Китае делаются самые дешевые и самые качественные змеи. Понимаете, да? Вот. Змей много, хватает. Они все 100% летают. Помнится, в детстве был змей такой. Я его один раз всего запустил, больше не получалось. Теперь вот, Лопасял она сейчас продемонстрирует. Вот эти там еще сзади змеи. То есть, спокойно запускаете, они нормально летают. Чем это не ваша радость? Кто? А куда за такой необходимостью ехать? И уж поверьте мне, места круче Ориона не найти. Доехать просто. Северо-запад Магнитогорска по вокзальной. До того места, где все поворачивают направо. И по сути, здесь вы не тратите. И это место для тех, кто экономит. Я просто понимаю, что здесь все для людей. И третий поворот направо в магазин Орион. А как это получается, я понятия не имею. И сразу говорю, если бы не магазин Орион, то счастья и удовольствия у наших детей было бы, естественно, меньше. Потому что благодаря тому, что у нас есть в городе именно это место, именно магазин Орион, мы можем покупать игрушки в том количестве, которое мы и желаем. Можете вы это купить на 200 рублей, можете на 1000, можете на 10 тысяч рублей. Потому что ваш ребенок должен получать удовольствие. И не ограничивать себя в его количестве. А вот это и делается. То есть цены здесь просто нижайшие.